День добрый! Сегодня, как и каждые выходные, мы с Мусей и партнёром нашей программы компании Талон Днепр рекомендуем смотреть исключительно хорошие фильмы, да, Муса, исключительно под чашечку хорошего кофе, естественно, нашего партнёра компании Талон Днепр. Да, ну, сейчас я тогда... Первый фильм сегодня называется «Повесть о любви и тьме». Это режиссёрский дебют Натали Бортман. Натали Бортман, которая родилась в Иерусалиме, решила сделать кино про свой родной город. Это экранизация знаменитого романа Амоса Оза. Амос Оз был номинантом на Нобелевскую премию, и много-много-много практически все литературные премии мира выпускник Оксфордского университета завоевал. Ну, вот кроме Нобелевской премии. Очень интересное кино, красивое, классное, очень душевное и тёплое. Натали Бортман играет одну из главных ролей. Кино очень напомнило итальянцев, испанцев. Тёплое, очень тёплое кино, которое нельзя ни в коем случае пропустить. В кино пришёл очень большой режиссёр Натали Бортман. ООООООООО Mmах И ты говоришь, в конце концов, что у меня есть в тебя, что я очень люблю тебя? Даже Геонон и Ген Аден можно найти в любом доме. В любом случае, и человек к человек Геонон. В любом случае, и человек к человек. Ген Аден. Ларри Чарльз в свое время сделал массу фильмов с Сашей Бароном Коэном. Диктатор, Барат, Бруно. Это все его рок-делы. Новый фильм «Миссия неадекватна». В главной роли Николас Кейдж. И это, наверное, его самая лучшая работа за многие-многие годы. На него интересно смотреть и в кои-то веки. Николас Кейдж, который играет абсолютно безумного персонажа, получает удовольствие от того, что он делает. Дайте Николасу Кейджу хорошие роли. Миссия неадекватна. Пусть фильм не самый лучший, но этот фильм интересно смотреть. И в основном потому, что Николас Кейдж старается. Он на Турбинск. Что-то произойти от Джеймс-Бонд. Уже гигантным! КОНЕДЭК-ОМАР, ГОДДАМНИ ЧИБЫ. Видел ли это машина? И он говорит нам в Иосама-Бен-Лад. А ты всерьез? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, БОДД! ГИ fluctусь в машину, Кэри. В ответ. В ответ. В ответ. В ответ. В ответ. Прирект. Я не Аладдин, я не джинни. Добро пожаловать в Аль-Каида-Крибс, в моем доме. Меня зовут Сама Бин-Лад. Это мои друзья на стороне. Это паранормальное явление 3-4. Сделали они новый фильм. Нет, называется. Яркое молодежное кино и все-таки как-то по-американски моралистичное. Родственники играют главные роли, родственники знаменитостей. Эмма Робертс, это дочка Эрика Робертса, племянница Джулии Робертс. И Дэйв Франко, младший брат Джеймса Франко. Кино получилось очень яркое, очень молодежное, очень динамичное. Ну, скажем так, на один просмотр пойдет. Сергей, я почти закончил якорь. Что? Он шутит. День же отпривалила. Седли кто-то погиб во время игры. А если свалить? Все потеряешь. Все наши деньги исчезли. Стой, мам. Что? Офицер! Помогите мне. Ви, не стоит. Вы знаете мое имя? Что здесь происходит? Наблюдатели украли наши личности. Мы стали пленниками игры. Ви, твоя жизнь в наших руках. Победа единственный выход. Помни ты мои глаза. Не надо. Газу! Игроки, покажите ваше оружие. Вот в фильме «Полный расколбас». В этом будете читать именно режиссеров. Хорошие режиссеры. Один делал «Параузик дома своего друзья». Второй делал «Шрек 2». «Мадага Скар 3». Но главные действующие лица – это сет Роген и Эван Голдер. Скажем так, под маской полного трэша, анимационного трэша, они законспирировали свои мысли об устройстве мира, о религии и так далее, и так далее. Сделали это абсолютно по-хулигански. Сцена в финале – за гранью добра и зла. Но пропустить «Полный расколбас» ни в коем случае нельзя. Ну, во-первых, нечасто выходят анимационные фильмы с категории 18+. Плюс забавно глянуть, чем же они так привлекли всех своих друзей. Вы посмотрите, кто озвучивал главных героев, и не только главных героев в этом фильме. Приколитесь. «Полный расколбас» пропускать нельзя. Но, помните, 18+, ни в коем случае детям это смотреть нельзя. Да и некоторым словам с ним тоже. Что, дизналися страшную правду? Розкажу и другим. Тобе никто не поверит. Ну, хоть попробую. Как не выйти, нам тут всім каюк. Срати, на мою думку. Тобе ж виднейше. Сраку жменюй, текайте! Разок сёрбнешь с цього лайна. И твоим мискам пиздарики назавжди. Щасти? Не журись. Хиллори один из самых колоссальных актёров нашего времени. Он может практически всё. К сожалению, в последние годы он застрял в рамках жанра сериал. Сериалы бывают разные. Его прошлый доктор был таким стойком. Новый доктор, доктор Ченс, или доктор Шанс, как назвали сериал, скажем так, несколько мягкотел. И идёт на поводу у своих каких-то сомнений, устремлений. Его можно повезти. И он вляпывается в такую историю. Классный сериал, классный триллер. Ну и Фьюлори. Фьюлори большой актёр. Посмотрите трейлер к этому сериалу. И не пропустите первый сезон, рассчитан на 10 серий. Первые серии вы уже можете найти в сети. От сценариста Кема Нанна. Значего боится брат. Вот в чём сила. И режиссёра фильма «Комната». Идём со мной. Симпатичная. Что с ней не так? Вы до сих пор не понимаете, насколько это опасно? Или вас это и привлекает? Шанс. Это были все фильмы и сериалы. И анимационные фильмы, которые мы рекомендовали посмотреть вам. Вместе с Мусей, партнёром нашей программы. Компании «Талон Днепр». В эти выходные. Приятного вам уикенда. Естественно, смотрите хорошее кино. Под чашку хорошего кофе от партнёра нашей программы. Компании «Талон Днепр». Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!